Всем привет друзья, с вами Акрош. Сегодня у нас необычное видео на канале, а именно вопрос от подписчиков. Я хотел выложить его ещё перед Новым Годом, но попросту не успел это сделать, поэтому сделаю это наконец-то сегодня. Теперь давайте перейдём к вопросам. Всем приятного просмотра и берите что-нибудь вкусное. И первый у нас на очереди вопрос это сколько мне лет. На данный момент мне 15 лет, но уже скоро, через полтора месяца мне будет 16. Тебе самому нравится свой контент? Ну на самом деле, если бы его не нравился мне, я бы и не снимал. Конечно кое-какие поправки будут или какие изменения, но в ближайшее время каких-то грандиозных изменений ждать от канала точно не стоит. Тебе не надоело играть в Planet of the Zombies 2? Ну на самом деле я уже в неё не играю, потому что, ну во-первых, это уже скучно, и во-вторых, нет каких-то интересных обновлений, потому что добавляют обычно два новых растения, одного зомби раз полгода и какие-то незначительные изменения в игре, там баги, какие-то фиксы и, ну, прочую ерунду, которая, ну, ну незначительная, она просто незначительная. И какого-то удержания андитории нет, ну то есть, одной арены не удержишь там одним растением, которое, ну, по факту не нужно просто, ну, ты его зарабатываешь для коллекции и всё. Ну, ладно, я сейчас не об этом, поэтому скажу одно, то что я сейчас в эту игру не играю. Она у меня есть, но я в неё не играю. Играл ли ты в другие игры по растению против зомби, если да, то в какие? Ну, я играл во множество игр, это первая часть, вторая, вот третья, получается, это бета-тесты, но я альфа-тесты я не скачивал, я не умел их скачивать, поэтому я не играл в 2019-2020 году в третью часть, поэтому я начал только в 2021. Я играл в героев на мобильной версии, я играл в Garden Warfare, вот во вторую часть тоже сейчас играю, в Битву за Нейбровель тоже. Я не играл только вот в приключения, получается, которые вот закрыли игру, и, ну, всё, я думаю, уже всё, потому что других игр по плензеру зомби с официальных уже нету. Какого фига кукурузопурта и лоток могут кидаться сливочным маслом? Я на самом деле думал над этим вопросом, но точного ответа я не придумал. Можете написать в комментариях, почему именно сливочным маслом кидаются кукурузопурта и лоток, потому что, ну, не растительным маслом, не оливком, а почему-то именно таким. Любимый фильм? Ну, на самом деле, таких множество, но больше всего мне нравится серия фильмов про Гарри Поттера, потому что там, ну, очень всё сняли так душевно, прям, ну, такой сказочный стиль, вот, Хогвартс, там, ну, прям, всех героев хорошо очень прописали по сценарию, и характер, и всё хорошо очень передали, и злодеев, и вот, добрых героев, там, Гарри Поттер, там, ну, Волан-де-Морт, там, ну, много, короче, таких продуманных моментов и всяких отсылок тоже немало, но вот мне из, получается, восьми частей, мне нравится больше, вот, про узника Аскабана, потому что там появляется дядя Гарри Поттера, уже от родственников, а также ещё интересна вторая часть про Тайную Комнату, но уже давайте переходить дальше, потому что я уже могу так долго очень объяснять. Как относится ко вселенной Стар Ворс? Ну, на самом деле, никак, потому что я посмотрел только два фильма, и никаких игрушек там, ну, у меня ничего такого не было, поэтому я планирую посмотреть в будущем остальные части, я не знаю, сколько их там есть всего, напишите в комментариях, кто в этом разбирается, но, в общем, нет у меня такого фанатизма, что ли, поэтому точного ответа дать не могу, потому мы переходим дальше. Планы на будущее. Вот знаешь, есть такое выражение, если хочешь расширить Бога, расскажи ему о своих планах, то есть, ну, не надо ничего загадывать, потому что мало ли что дальше произойдёт, поэтому точного ответа я этот вопрос давать не буду, поэтому мы переходим к следующему. Любимые ютюберы? На самом деле, у меня таких немного, но самый выдающийся, это, наверное, Клеопатра, потому что мне нравятся тематики её роликов, также она часто общается со своей аудиторией, поэтому, ну, кто знает, кто сидел на стримах и меня встречал там, я тоже сидел, многие ребята там писали, поэтому, ну, вы поймёте. Переходим к следующим вопросам, и первый у нас на очереди, какое моё любимое растение? Я точно не понял из какой-то игры, но, судя по следующим вопросам, это из второй части. Я думаю, что одно из моих любимых растений, это, скорее всего, латук и алоэ, вот они мне больше всего нравятся в этой игре. Второй вопрос, любимое растение за кристаллы? Это однозначно уменьшающая фиалка, она мне очень нравится. И третий вопрос, любимое растение за донат? Это, скорее всего, киви-зверь. А короче, будешь ли на канале стримы Angry Birds? Да, стримы в дальнейшем будут, у меня уже есть идеи насчёт этого, но пока что, пока что у меня нет оборудования для этого, то есть я не могу это организовать всё. Поэтому в дальнейшем всё обязательно будет, но не сейчас, не в ближайшее время. Что касается Angry Birds, то эту игру я снимать не планирую, потому что, ну, мне она сама не очень нравится, поэтому вообще мой канал нацелен на растение против зомби, ну, может, какую-то игру ещё буду снимать, если она мне очень-очень понравится. Но Angry Birds я точно снимать не планирую, потому что, ну, ни тематика, ни кампания, ну, вот, не все действия, то, что она делает, мне не нравится. Любимое, да, наверное, это самый сложный вопрос за сегодняшнее видео, но я, наверное, отвечу, это борщ и блинчики. Вот они мне больше всего нравятся. Почему ты окрош? Ладно, рассказываю. Мы с семьёй как-то ехали домой, и мы собирались сделать окрошку, и вдруг меня осенило то, что надо назвать канал окрошем, потому что мне нравится персонаж из Мишариков Крош, он мне, ну, такой позитивный, добрый, но ладно, это не об этом. И окрошка, мне тоже нравится это блюдо, ну, и к тому же мы его собирались сделать, поэтому вот так, можно считать, странно возник этот канал. Играл ли ты в Undertale? Нет. Если у тебя Steam, тоже нет. А играл ли ты в игры на Nokia? Да, вроде играл в Angry Birds, если я не ошибаюсь, но я точно уже не помню, поэтому врать не буду. Игры, ассоциирующиеся с Новым Годом? На самом деле, такой трудный вопрос, но, наверное, самая запоминающаяся игра, это, наверное, Brawl Stars, потому что вот, особенно в 2019-2020 году, там очень была прикольная атмосфера Нового Года, поэтому отвечу именно так. Вот и подошли наши вопросы к концу, дайте знать, если вы хотите продолжение этой рубрики, всем спасибо за просмотр, с вами был Акрош, до скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok